приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 9 апреля вербное воскресенье обязательно оставьте это на столе на благодать в доме сегодняшнем видео вы все узнаете 9 апреля вербное воскресенье этот значимый для любого человека день отмечают ежегодно на шестую неделю великого поста праздник является переходящим то есть выпадает на разные весенние даты в зависимости от празднования пасхи официальное его название вход господин в иерусалим но многие знают его исключительно как вербное воскресенье откуда взялась верба далеком прошлом когда произошло историческое событие никакой вербы конечно же не было христианские тексты гласят что когда иисус въехал в город на ослике местные жители прославшие о чудесных деяниях которые он совершил встречали его со всеми почестями они устилали ему путь пальмовыми листьями и держали их в руках в качестве знака приветствия поэтому вы также можете встретить иное название праздника пальмовое воскресенье однако если в южных регионах жители с легкостью могут украсить свои дома пальмовыми листьями то холодных странах эти деревья не растут поэтому с распространением христианства священнослужители выбрали новый символ дерево расцветающих как раз к празднику отличной замены пальм так как его веточки стоят гораздо дольше их можно хранить на протяжении года приметы праздника с верным воскресеньем связано множество народных поверье предсказывающих погоду денежных и многих других хорошие приметы считается если на березе к этому дню появились первые сережки это означает что год будет урожайным на фрукты овощи и зерно чтобы привлечь в свой дом богатства следует покормить птиц а их пение по утру предсказывают удачу делах на протяжении всего года вербное воскресенье выпадает на великий пост поэтому празднование должно быть скромным рекомендуется избегать шумных застолий посещать развлекательные мероприятия кроме того в этот день нежелательно употреблять алкоголь к абсолютным запретом относятся ненормативная лексика нельзя желать кому-либо зла участвовать спорах и скандалах считается что в этот праздник ангелы неотрывно находятся рядом с людьми фиксируя каждое действие даже помыслы по этой причине даже не озвученные грубые слова будут иметь тяжкие последствия так как вербное воскресенье является праздником посвященным богу любая работа кроме самой неотложной под запретом следует отказаться от всех домашних дел заранее приготовить пищу чтобы не отвлекаться на быт также исключите труд на приусадебном участке сегодня он не принесет никакой пользы следует провести весь день хорошем настроении относиться к окружающим доброжелательно оказывать посильную помощь если вы придерживаетесь православной веры посетите праздничное богослужение освободитесь от обид и зависти и других негативных мыслей вербное воскресенье с давних пор сопровождается обрядами призванными привлечив дом блага защитить близких от различных бед к примеру наши предки часто принеся домой освещенные веточки вербы не сильно хлестали ими всех домочадцев особенно детей считалось что таким нехитрым способом можно обрести крепкое здоровье стать удачливее иногда в процессе произносили такие слова верба добрая тебя касается здоровьем и молодостью тело наполняется отныне полон сил будь корни свои не забудь чтобы удачно выйти замуж этот ритуал не является приворотным поэтому сработает если ваш избранник свободен и хоть немного вам симпатизирует в этом случае вас ждет долгая счастливая совместная жизнь нужно просто в этот день принести вербу домой поставить на подоконник далее сказать такие слова как вербные роски к солнцу стремятся так и мой любимый здесь проговорим имя любимого пускай ко мне тянется говорим один раз привлечение достатка нужно также в дом принести 7 веточек вербы поставить на столе на подоконнике в комнате когда поставили сказать такие слова как эти почки по весне цветут в объеме вырастают так и достаток мой пусть больше становится а в кошельке моем деньги не переводятся говорить нужно так 7 раз для исполнения желания этот обрет проводят только поздно вечером уже после захода солнца все кто будет в нем участвовать необходимо заранее написать на леске бумаги то о чем мечтаете вечером соберите все ветки вербы оставшиеся в доме с прошлого верного воскресенья обязательно вынести на улицу далее оставить у дерева с такими словами все плохое здесь оставляю счастье в свой дом приглашаю пусть написанное сбудется ничего не забудется говорим один раз все далее листочек с пожеланием нужно обязательно сжечь чтобы стать привлекательнее в этот день нужно просто принять душ либо умыться когда будете умываться скажите такие слова с моего тела все дефекты исчезайте все пятнышки морщинки убегайте краснота и полнота уйдите ко мне назад более не приходите нужно сказать так один раз на столе в этот день обязательно нужно оставить кусочек хлеба когда будете оставлять это скажите такие слова хлеб соль крепкие знаки в доме моем крепкой стойкости и богополучие должны быть божья сила не уходит а здоровье богатство приходит истина вот нужно проговорить так три раза оставляем так свой кусочек хлеба ровно на день через день этот хлеб нужно скормить птицам все так вы обязательно привлечете благодать в свой дом